Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Пушистый белоснежный снег накануне порадовал всех, но ненадолго, уже сегодня. Синоптики обещают днем температуру со знаком плюс, но МЧС предупреждает, в горах Карачаева-Черкесии будет лавина опасна. В Карачаево-Черкесии местами мокрый снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 5-10, в горах до 15 градусов мороза, а днем минус 3-2, и местами до минус 8, на дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 6-8, а днем 2 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Кибермошенники продолжают изобретать все новые схемы обмана добропорядочных людей и не прекращают наращивать потенциал своего технического арсенала. Правоохранительные органы и специалисты финансовой сферы призывают граждан быть максимально бдительными при поступлении подозрительных звонков и не вестись на уловки злоумышленников. Как обезопасить себя и свои финансы в материале Ахмата Халкечева. Самая распространенная схема обмана кибермошенников – это когда злоумышленники звонят на телефон и представляются сотрудниками МВД, других правоохранительных органов или службы безопасности вашего банка. Собеседнику говорят, что с его банковского счета были зафиксированы попытки подозрительных операций и просят оказать содействие в поимке преступника. Если мошенникам удается убедить жертву в реальности придуманной ими же истории, они выманивают персональные данные и другие сведения, которые им нужны для хищения сбережений. В иных случаях потерпевших убеждают перечислить свои деньги на некий безопасный счет, с которого уже реальные преступники и забирают чужие деньги. В подобных случаях необходимо прервать разговор, связаться с дежурной частью подразделения, где якобы служит указанный собеседником сотрудник, и уточнить, действительно ли он проходит там службу. Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о счетах и банковских картах. У кибермошенников очень продуманная и хитрая схема. Как правило, псевдоработники банка звонят человеку именно в такой момент, когда он находится в наиболее расслабленном состоянии. Вначале ведут тонкую психологическую игру, чтобы нагнать больше страху. Наши коллеги, журналисты Шахризи Богатыревой, тоже позвонили якобы из банка ранним утром выходного дня. На другом конце мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, с тревоженным голосом сообщил ей, что ее банковские счета взломали преступники и пытаются оформить на нее кредит. Опытный журналист хоть и была наслышана об уловках и психологических приемах кибермошенников и сама не раз писала об этом, чуть была и сама не стала жертвой. «Меня спасли в первую очередь чуткий лингвистический слух и не совсем логичные действия преступников», рассказывает она. «Сказали, что вот эти преступники хотят взять на мое имя 200 тысяч рублей, вот, и я все, что могу сделать, взять ответный кредит, тем самым, если будут браться два кредита, два кредита не будут одобряться, а мы сделаем все, чтобы ваш кредит прошел, а чтобы вот быть абсолютно спокойными, вы эти деньги должны перевезти нам. И вот сейчас с вами будет говорить там какой-то следователь Карпенков. Сказал мне этот сотрудник банка по фамилии Островский. Вот, ну уж, знаете, что меня вот все время настораживало. Это был чистый русский говор, но это был не говор Юга России». Для того, чтобы как можно больше людей могли просвещаться и не попадаться в сети злоумышленников, Банк России разработал сайт «Финкульт.Инфо», адрес которого вы видите на своих экранах. На данном ресурсе самая актуальная информация о новых мошеннических схемах и способах защиты от них. «Представитель кредитной организации либо правоохранительных органов никогда не будет требовать от вас сообщить данные вашей карты или перевести денежные средства. Ключом к доступу к вашим средствам может являться информация, которая содержится непосредственно на карте. Это CVV-код, три цифры, которые расположены на обороте карты, и информация о сроке действия карты, которая указана на самой карте. Нужно быть также особенно внимательна к информации, которая поступает вам из банка в виде смс либо пуш-уведомлений и содержит коды и пароли». Первое, что должен сделать каждый, чтобы обезопасить себя, не принимать звонки с подозрительных номеров. Но в последнее время злоумышленники начали пользоваться программами, которые могут дублировать телефонные номера банковских служб. В этом случае необходимо незамедлительно завершить разговор и самим связаться со своим банком и полицией. В Карачаево-Черкесии растет количество заболевших COVID-19. Роспотребнадзор обращается ко всем соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать массового скопления людей и, конечно, вакцинироваться. По этому случаю в Черкесске продолжаются проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса. С начала этого года Роспотребнадзор провел более 40 рейдов на предприятиях торговли, общественного питания и транспорта. Какие нарушения и недостатки были выявлены в ходе проверок и каков штраф за нарушения, расскажет Карча-Биджеев. В году было проверено более 150 объектов. В 91 из них выявлено нарушение. Это недостаточный запас антисептических средств, нерегулярное введение термометрии сотрудников, дезинфекция помещений, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Во всех случаях сотрудниками Роспотребнадзора направлены уведомления о рассмотрении вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Рабочие группы по проверке входят в сотрудники мэрии Роспотребнадзора и представители МВД Республики. Они дважды в неделю проверяют различные предприятия на соблюдение всех противоковидных мер. Отсутствует разметка для соблюдения покупателями социальной дистанции 1,5-2 метра. Это обязательное требование, которое установлено санитарными правилами. Это обязательное требование, которое установлено указом главы Карачаево-Черкесской Республики о введении режима повышенной готовности. Кроме того, в торговом зале отсутствует оборудование для обеззараживания воздухорецикуляторного типа и бактерицидные лампы. Это тоже является серьезным нарушением, поэтому мы на все эти нарушения указали. За нарушение санитарных правил предприниматели и должностные лица облагаются штрафом в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Юридические лица – от 200 до 500 тысяч. Начальник отдела прав потребителей Роспотребнадзора Ауладин Аргунов призывает всех, кто осуществляет торговую деятельность или перевозку пассажиров, соблюдать необходимые меры и не доводить ситуацию до выявления нарушений и направления материала в суд. Имеется и социальная разметка для соблюдения дистанции 1,5-2 метра, имеется и обеззараживание воздуха в виде рецепулятора, ведутся журналы термометрии работников к приходу на работу, есть журнал проведения влажных уборок, имеются средства в достаточном количестве, сотрудники обеспечены, носят средства защиты индивидуальной маски, поэтому претензий к данному магазину у нас нет. Спасибо, что они соблюдают все установленные требования. Хотелось бы, чтобы все предприниматели брали пример вот с таких предприятий. С учетом роста заболеваемости сотрудники Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности. Прежде всего, это масочный режим и социальную дистанцию в магазинах и общественном транспорте. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. От рядового до полковника, вот уже много лет, заместитель начальника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, полковник полиции Анатолий Таран работает в данном подразделении, выполняя все задачи, поставленные руководством. Основные функции сотрудника вневедомственной охраны – обеспечение безопасности охраняемых объектов и общественных территорий. О жизни и службе полковника полиции расскажет Алихан Ревшоков. Он начал работать во вневедомственной охране с 1994 года. Тогда данное подразделение только начинало свою деятельность и относилось к Министерству внутренних дел. Заместитель начальника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Анатолий Таран прошел тернистый путь, достойно пройдя сложные этапы становления подразделения. Сам Анатолий Николаевич отмечает, что в нашей работе важно быть внимательным и уметь выполнять профессионально свои обязанности. – Пассажировался, проходил обучение и потом старшим рукопрадержанием работал, полицейским по охране объектов. – Да, были периоды сложные, когда я только начинал работать, вспоминает полковник полиции Анатолий Таран. Оснащенности необходимыми средствами для обеспечения охраны не так много было, как сейчас, но тем не менее мы выполняли все задачи, поставленные нашим руководством, отмечает он. – Как бы раньше и показатели требовали другие, не то, что как сейчас мы требуем, не требуем сотрудников САРС. Самое главное, первоочередная задача – это не снижать надежность охраны охраняемых объектов, квартир, то есть чтобы группа задержания быстро доезжала, выполняла свои функциональные обязанности, выясняли причину там срабатывания и чтобы не было никаких происшествий. В 2016 году было создано управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии. В том же году Анатолий Николаевич стал старшим инспектором группы организации охраны объектов неведомственной охраны. А уже в 2018 году был назначен на должность заместителя начальника данного подразделения. Мы должны всегда быть на готове в случае сигнала тревоги, выехать на место и не допустить краш сохраняемых объектов. Несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии были свои сложности, подразделение в неведомственной охраны продолжало также обеспечивать порядок и надзор за местами хранения имуществ граждан. Краш сохраняемых объектов мы не допустили, если подводить итоги 2020 года. Как сохраняемых объектов, так и сохраняемых квартир и мест проживания хранения имущества граждан. Возможно, служба в армии предопределила мою работу во вневедомственной охране, отмечает полковник полиции Анатолий Таран. В каждой работе именно ответственность человека и порядок являются необходимыми качествами. Так и здесь наши сотрудники являются достойными продолжателями традиций воинской доблести и чести. Али Бек расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Они уже в нашей гостиной. Доброе утро! И я уступаю с удовольствием им нашу студию. Доброе утро всем! Доброе утро, Али Бек! Рада приветствовать тебя у нас. И сразу хочу поздравить тебя с тем, что ты вошел в состав молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Спасибо. Это, конечно, хорошее событие. Мне бы хотелось узнать, как ты прошел отбор, как ты узнал об этом парламенте, что для этого нужно было сделать. Расскажи, пожалуйста. Ну, все началось с того, что в начале сентября проходил международный форум под названием «Евразия глобал», где двое представителей Скоряча и Черкесии, я и Альбина Катчиева, поехали в Оренбург. И там мне попалась такая команда, где был сбор из разных стран, из разных городов, в том числе и одна девушка из Москвы, которая сама входит в состав молодежного парламента. И у нас так связался разговор, в процессе которого она мне объяснила, что это такое, из чего она себя представляет. И меня это очень сильно заинтересовало. После этого, проходит буквально месяц, мы с ней периодически переписывались, она говорит то, что есть такой вариант, есть такая возможность, ты можешь себя показать вообще, что ты из себя представляешь, и собрать эти данные. Грубо говоря, у меня ушло два месяца на подготовку информации, нужно было собрать данные себе. То есть, кто я, какие у меня есть достижения, кем я являюсь вообще. А также особенность именно законотворческого совета является в том, что нужно представить, нужно показать, что я могу дать им, точнее, какие законы я могу предложить. И в течение месяца я разбирал законы по молодежной политике других стран, чего нам не хватает, прочее, прочее, и собрал большую документацию. В начале декабря объявили о том, что начинается прием заявок, куда я сразу же подал свою заявку. Помимо меня еще подавала заявку Эльдера Эдоболова, из МОСУ, которая тоже прошла в состав молодежного парламента, но проширенный совет. И через буквально две недели приходит письмо о том, что я прошел в основной состав именно экспертного законотворческого совета, а также в совет по науке и образованию. Нужно было выбрать, какой из именно советов. И мой выбор остановился на науке и образовании. У вас два человека из Карачао-Чешкесии, получается, правильно? Я знаю, там мы особую информацию пока еще не знаем, мы не встречались, у нас списков нет. Но как я знаю, два человека. Я вошел в основной состав, а она вошла в расширенный. То есть основной состав человек 50-100, а расширенный там человек 200-300, грубо говоря. То есть вы будете принимать законы? Да, мы будем создавать, принимать законы именно в сфере молодежи. Вот интересно, какие законы вы придумаете? Придумали уже, ты придумал в частности, хотя бы несколько таких законов. Озвучь, пожалуйста. У меня было всего... Основных? Да. У меня было всего три предложения, которые я вносил во время заявки. Первый из них, я сам выигрывал еще грантовый проект по тему ораторского мастерства. То есть моим предложением было то, чтобы внедрить именно уроки, может быть, пары ораторского мастерства в высшие учебные заведения. Может быть, это будет лица один семестр, может, два семестра, может, небольшой период. Но, чтобы представители молодежи могли крамотно и четко формулировать свою речь и правильно разговаривать. А инженеру, к примеру, это для чего? Ты же инженер. Или это всем нужно на твой взгляд? Я думаю, что это всем надо. Я тебя перебила. Еще какие у тебя законы? Вторым предложением было то, что проходит прямая трансляция с владелем Путиным. Там, где принимают участие, они спрашивают вопросы, прочее, прочее. Есть такой же формат, по такого же типа, в Канаде, где не все представители, а именно руководители региональных молодежных центров один раз в год спрашивают вопросы, накопившиеся вопросы президенту. Где получают свои ответы и на фоне этого выстраивают работу со своей молодежью своих регионов. Моим предложением было примерно такое же. Оно работает около 4-5 лет в Канаде и заявило о себе очень громко и платформа. То есть все прошло успешно. Вот это те законы, которые ты лично представил. Также все представители, которые вошли, молодежи в этот совет, 50 человек, как ты сказал, они все будут представлять свои законы, свои личные представления о законах. Это все будет объединяться, правильно? Как это все будет происходить? Когда мы давали заявку, нашим обязательным критерием было представить свои законы. А которые из них являются адекватным, которые можно уже допустить на рассмотрение, которые не совсем точные. Мы будем в ходе заседаний уже выбирать, разбирать полностью, какие плюсы, какие минусы. Но основное, как будет развиваться наша работа, я еще пока не знаю. Вот ближайший. Ну вот молодежный парламент при Государственной Думе. Это что за орган? Какую деятельность они осуществляют? Как давно он существует? Он сравнительно был основан недолго. Недавно? Да, недавно. Максимум лет 6-7, как я помню. Он разбирает вопросы, связанные именно с молодежью, с представителями молодежи. Какие у нас проблемы, с чем мы сталкиваемся каждый день, то есть что нас отрагивает, чем мы недовольны, чем мы довольны. В плане этого всего он разбирает именно проблемы молодежи. Сейчас ты учишься в Северокавказской Государственной Академии на третьем курсе. Инженер. Да, все равно. Гражданское строительство. Да, все равно. Но насколько я понимаю, ты видишь себя, наверное, политиком. Как ты видишь свое будущее? Почему-то я не думаю, что ты будешь работать по своей специальности. Тут дилемма такая. Когда я поступал, я толком точно еще не знал, куда я хочу. И мой выбор пал именно на промышленное и гражданское строительство, там, где я сейчас учусь. Но в процессе обучения я понял то, что меня привлекает форум, экономическая деятельность, может, политическая какая-нибудь сфера. Но все же учеба является в приоритете. Сейчас? Да. У меня уже осталось буквально недолго, полтора года, после чего я буду уже выбирать, куда мне идти. По экономической, может, политической деятельности или уже по сфере строительства. Ты себя видишь уже? Ну, думаю, да. Не будешь озвучивать? Ну, почему? Если молодежный парламент при Госдуме, думаю, в следующем этапе может быть уже Государственная дума. Но будем стараться работать. Почему нет? Ты знаешь, на самом деле, я очень радуюсь, когда вижу вот таких активных молодых людей. И очень хочется пожелать, чтобы таких ребят, как ты, было у нас много в республике. И я желаю тебе всех успехов. Спасибо, что ты сегодня пришел к нам в гости. И работай во благо нашей страны, нашей республики. Спасибо тебе, Алибек. Спасибо большое. Спасибо. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.